приветствую вас дорогие братья и сестры вы на канале Russian Hebrew Christian и с вами Игорь я нахожусь в городе Сакраменто это штат Калифорния прилетел несколько часов назад у нас начинается евангелизация в районе как мы называем Bay Area это район города Сан-Франциско Сан-Хосе и других городов вокруг Сан-Франциско завтрашнего дня Господь позволит и субботу у нас здесь я буду возвращаться в Сакраменто в районе Old Sacramento у нас евангелизация также мы говорим добрый день добрый вечер всем кто на канале нашем если есть желание у вас подписаться вы можете это сделать у нас достаточно много видео на разную тематику и о последнем времени и о служении которые Господь по милости верил нам быть частью Божьей великой работы на этой земле когда мы можем возвещать евангелие добрую вещь что Господь Бог так возлюбил этот мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную поэтому также обращаюсь ко всем кто не верит в Иисуса как Господа и Бог Господь любит вас и последний призыв но он еще звучит благодать завершается но еще и сегодня она есть когда мы по милости можем прийти к Богу открыть свои сердца смириться задуматься о смысле жизни когда мы можем открыть слово благодати это Библию ветхие и новые заветы и читать читать о кресте мессии который есть агнец Божий который был заклан за наши грехи взяв наше беззаконие наше наказание умер на кресте был убит пролил свою кровь и воскрес из мертвых кто есть единственный путь спасения Иисус без Иисуса напрасно прожитая жизнь без Иисуса никто не может наследовать спасение ну а в этом видео я хотел бы коротко поговорить о вечных ценностях мы понимаем что живем в самое последнее время когда на наших глазах совершается вот последняя часть Божьих пророчеств я еще запишу одно видео о последних событиях в частности то что происходит в нашей стране где я живу в Америке хотят совершить импичмент президенту убрать его с поста президента здесь в Америке не знаю на все воля Божья мы видим активность Турции началась операция против курдских повстанцев а американцы вывели свои войска с той зоны и это все не случайно почему потому что в точности и совершается исполняется пророчество языкиила о Гоге первом Гоге кто есть личность и кто поведет за собой многие народы и после некоторых войн будут атаковать и Израиля но это в другом видео но сейчас как я сказал хочу поговорить о вечных ценностях и я думаю как я уже сказал я думаю что эти события не за горами поэтому нам нужно больше размышлять о вечности о своей душе потому поговорим о главном о Господе о том какие наши отношения со Христом потому что это главное а там как оно будет в Израиле в Турции в России будет так как Господь решил и мы конечно же увидим если Господь сохранит наши жизни много сегодня говорят разные видео например одни из последних видео о том что вот в Сиэтле что-то произойдет 3 ноября может быть я не знаю я бы немножко бы побоялся давать конкретные даты потому что если не произойдет ну тогда что поэтому я и говорю я не пророк и принимайте так как вот моя позиция так как я понимаю слово Господь я думаю что еще не время хотя события могут развиваться с такой скоростью что очень быстро может и наступить это время на вечные ценности что нам нужно что приобретя мы остались бы благодарными мы часто измеряем свою жизнь через прожитые года но как правильно развешивать оценивать наше будущее Иисус сказал что мы соль и свет и мы должны прославлять Иисуса Христа через нашу жизнь а также мы должны помнить что на этот мир мы влияем не словами но делами если я не могу быть сегодня солью и светом тогда какой я христианин а что значит быть христианином что значит стать его учеником слово христианин от греческого кристос и от еврейского мащех или просто мессия по-русски или как мы говорим мессая по-английски в переводе означает помазник когда первые христиане евреи а мы знаем что первые христиане были евреи и первая церковь она была образована в Иерусалим и книга Деяния апостолов ясно об этом говорит во второй главе когда сошел Дух Святой и они называли себя по-еврейски по-еврейски словом что означает что означает последователи пути от этого помазанника и мы должны стать последователями пути нашего Господа Иисуса Христа хоть этот путь это путь скорби это путь гонений но это славный путь в этом мире ничего не изменилось этот мир как ненавидел нашего Господа так он его и ненавидит и конечно он будет ненавидеть нас если мы конечно же ученики Иисуса Христа но вечные ценности помните в 6 главе у Матфея 21 стихом сказал он так где сокровище ваше там и сердце ваше и мы можем себя проверить особенно тогда когда мы просыпаемся что приходит нам на ум я понимаю что в любой стране даже в Америке хотя Америка страна со многими возможностями и намного более чем в других странах ну и здесь нужно тяжело работать очень тяжело мы работаем здесь у нас дети семьи нужно платить за белое попробуй не заплатить за свет здесь через месяц-полтора его отключат не заплати за дом ссуду ну пройдет некоторое время все равно выгонят и никто не посмотрит что у тебя маленькие дети но все равно как христиане о чем мы думаем как еще один доллар заработать или я не знаю кто в бизнесе пятый дом купить перепродать я не знаю а может быть все же думать о том как голодного накормить или чашку стакан холодной воды жаждущему протянуть Евангелие неверующему рассказать узника в темнице посетить может быть об этом нам нужно думать как верующим христианам ибо мы солить свет ведь когда Иисус меня встретит он не спросит Игорь ты баптист или ты не баптист Иисус не спросит меня не задаст мне этот вопрос а он спросит меня и вас дорогие братья и сестры посещали ли мы узников в темнице находили ли мы время для людей чтобы рассказать им Евангелие творили ли мы добрые дела чтобы жизнь людей изменялась во имя Иисуса когда мы творим добрые дела во имя Иисус чтобы люди видя эти добрые дела прославляли ли Бог Бога да мы спасаемся только по вере в Господа Иисуса смотрите Бог нам дарует веру он нам дает чтобы веру которую мы получали веровали бы в него и спасались но добрые дела неотъемленная часть нашей жизни во Христе и добрые дела свидетельствуют о нашем спасении потому на деле покажи как Иисус любит меня если я голодный накорми меня если я нуждаюсь в ночлеге у тебя есть возможность прими меня если я согрешил не ровни еще глубже яму чтоб я Божьего света не увидел закрыв плитой потом но молись за покаяние для меня по милости молись милости для меня буквально несколько дней назад в Израиле вспоминали Оскар Шиндлер есть такой фильм список Шиндлера может быть вы смотрели его найдите его на ютубе если на русском языке если я не ошибаюсь если конечно со здоровьем все нормально сердцем все хорошо потому что его смотреть просто так невозможно Оскар Шиндлер член нацистской партии бизнесмен богатый человек я не учу смотреть художественные мирские фильмы но это не совсем художественный мирской фильм снятый директором Спилбергом он собрал вот этих выживших евреев в холокосте те которых спас Шиндлер и вот на их свидетельских показаниях он вот снял этот фильм да это фильм о нем Шиндлер член нацистской партии богатый человек у него заводы но бог положил ему на сердце спасать евреев он их просто выкупал своими деньгами разное ходило о нем кто он говорят он любил пить иногда был злым но в этом отношении ну вот бог его все равно использовал он выкупил так более тысячи евреев и спас и вот заканчивается война советская армия шла на эту территорию ему нужно было убегать и вот евреи решили сделать ему подарок и вот ночью когда мотор автомобиля включен вот ему нужно сесть и он должен просто ехать убегать евреи решили сделать ему подарок и он стоит он плачет не просто плачет он ревет и рассуждает о вечных ценностях и берет это золотое кольцо и говорит зачем оно мне если бы я его успел продать то я бы имел быть дополнительно денег чтобы выкупить еще одну душу он смотрит на свой автомобиль и говорит зачем он такой если бы я его продал зачем он мне у меня было бы еще немного больше денег и я смог бы спасти еще несколько душ вечные ценности к чему мы стремимся мы знаем о них как христиане Библия о них ясно говорит но к сожалению мы так привыкаем к этому миру и мы хотим похожим быть на этот мир мы не можем быть похожи на этот мир мы не лучшие люди этого мира но мы должны свидетельствовать о Христе не любить то что любит этот мир но многие из нас любят деньги не потому что они нужны в плане того чтобы жить или делиться а просто потому что любят деньги как я уже сказал кто-то всю жизнь преследует чтобы купить такой дорогой автомобиль не потому что он им нужен а чтобы у других шире глаза открылись и они посмотрели ой какой красивый хороший автомобиль какой-то важный человек смотрите Иисус кто царь царей и Господь господствующих он сам прикасался к прокаженным которым никто не хотел прикасаться сидел среди мэтр и грешников чтобы помочь ему потом его обвинили в этом простил женщину взятую на деле в прелюбодеянии она должна была быть побита камнями а он ее простил ведь корень христианства в любви но мы не любим потому что сказано любовь охладеть она уже охладела и грани стерлись и грани стерлись это последнее время братья и сестры и последний опять таки мы говорим о вечных ценностях чтобы мы искали их Библия о них ясно говорит чтобы мы были солью и сет чтобы имя Иисуса Христа прославлялось и возвеличилось через нашу жизнь чтобы наши слова стали живыми а не мертвыми чтобы слова сопровождались делами как и Бог он не просто сказал он отдал своего сына 3.16 Иоанна и вот так возлюбил Господь Бог мир что отдал своего сына единородный добусяк и верующий в него не погиб но имел жизнь вечную Бог это совершил сказал и сделал и у нас так должно быть говорим и делаем не просто говорим и забываем не просто говорим и забываем слова не могут быть мертвыми они должны быть живыми у нас христиан последовательные пути Иисуса Христа еще раз хочу сказать если гонения приходят за истину которой мы живем поистине когда мы стоим на евангельском фундаменте это благословение я не учу искать гонений но и избегать но оставаться верными потому что лучше сохранить верность Господу даже через гонение чем предать его и не дай Бог услышать некоторые другие слова которые мы не ожидаем от нашего Бога когда мы его увидим лицом к лицу в новых телах да но лицом к лицу глаз одна девочка шла в аэропорту у нее была красивая картинка со спелыми красивыми яблоками и вот она упала ну кто-то задел ее ничего не случилось ну картинка вывалилась яблоки покатились она стала плакать девочка там маленькая яблоки были красивые покатились люди остановились начали улыбаться кто-то смеяться девочка плачет один человек подошел взял картинку собрал яблоки отдал ей она посмотрела на него и задала ему все лишь один вопрос дяденька дяденька вы Иисус вы Иисус люди хотят видеть Иисуса в нашей жизни что мы делаем для этого участвовали в жизни других людей чтобы жизнь их менялась даже за несколько долларов хотя бы купить игрушку дать ребенку во имя Иисуса чтобы услышав эти слова он улыбнулся бы вот это игрушки но более когда это во имя Иисус сколько всего происходит в этом мире братья и сестры посмотрите военные слухи войны голод террористические атаки очень часто это последнее время природные катаклизмы чтобы мы не проходили мимо людей там где мы можем поучаствовать чтобы имя Иисуса прославлялось и и и и